Здравствуйте мои подписчики и гости моего канала! Рада видеть вас всех! Сегодня я буду мариновать сливы. Перебрав множество рецептов, я остановилась именно на этом. Сливы выбирайте твердые. Мягкие сливы просто разварятся. Сделаем сначала маринад. В кастрюлю. 300 грамм сахара. 120 миллилитров воды. 1 чайная ложка корицы. 1 чайная ложка гвоздики. 1 лавровый лист. Душистый перец 3-4 штуки. И штук 7-10 горького перца. Ставим на огонь и все это доводим до кипения. После того, как закипело, добавим коньяк. 3,5 столовые ложки. И уксус 100 грамм. У меня 6-ти процентный. Горячим сиропом залить сливы. И все это мы оставляем мариноваться на 10 часов. Не переживайте, что маринад не покрывает полностью сливы. В процессе маринования сливы отдадут сок и полностью покроются маринадом. Закроем крышкой. 10 часов прошло. Маринад сливаем в отдельную емкость. Ставим на огонь. Доводим до кипения. И опять заливаем сливы. Кажется, что эта процедура утомительная. Но на самом деле она занимает не больше 10 минут каждый раз. И такую процедуру нам нужно повторить 5 дней. Два раза в день, утром и вечером, мы горячим маринадом заливаем сливы. И оставляем мариноваться на 10 часов. Через день сливы уже становятся мягкими и начинают отдавать сок. Второй день. Сливы почти уже полностью покрылись маринадом. Они приобретают красивый фиолетовый цвет. Я вам очень рекомендую попробовать этот рецепт. Мне он очень нравится. С тех пор, как я его узнала, я мариную сливы только так. На пятый день. Наши сливы уже готовы. Маринад. Мы сливаем. Доводим до кипения. И этим горячим маринадом заливаем наши сливы. И оставляем их на 5 минут в маринаде. После того, как 5 минут прошло, мы снова сливаем маринад и доводим его до кипения. Сливы складываем в банку. У меня литровая банка. Выкладываем наши сливы в банку. Не забываем лавровый лист и оставшиеся специи. Заливаем горячим маринадом и все готово. Дадим полностью остыть. Убираем в парохладное место, где они будут храниться всю зиму. Я банку не стерилизовала, так как делаю это на один раз. Они у нас съедаются за 2-3 дня. Если вы хотите сохранить на всю зиму, простерилизуйте банку и закройте крышкой. Всем спасибо за просмотр и приятного аппетита! До новых встреч!